Приветствуем вас на вебинаре Международного энергетического агентства. Сегодня мы познакомим вас с нашими показателями энергоэффективности. Начнем с рассмотрения одного широко используемого показателя – энергоемкости. На графике показана динамика изменения энергоемкости в разных регионах, начиная с 80-х годов. Эта иллюстрация дает нам много полезной информации, например, о впечатляющем сокращении энергоемкости в Китае. Однако иногда энергоемкость используют как показатель энергоэффективности, а это может привести к ошибкам. Показатель энергоемкости действительно измеряет количество энергии, которое потребляется в стране для производства одной единицы ВВП. Но этот показатель слишком обобщенный, и помимо реальной эффективности на него влияет большое количество других факторов, таких как структура экономики, например, значимость тех или иных отраслей для страны. Таким образом, чтобы анализировать энергоэффективность, нам необходимы более детализированные данные. Действительно, используя более подробные данные, такие как данные, собранные МЭА, можно более глубоко проанализировать тенденции эффективности. На этом графике показаны результаты анализа, в котором энергопотребление разложено на три фактора. Деятельность, например, население, ВВП. Структуру, например, переход от более энергоемких отраслей промышленности к сфере услуг. И эффективность, например, использование более эффективного оборудования. Давайте немного разомнемся и попытаемся дать определение понятию энергоэффективности, чтобы убедиться в том, что мы имеем в виду одно и то же. Я задам вам несколько вопросов и дам немного времени подумать, прежде чем озвучить ответ. Является ли повышением энергоэффективности ситуация, когда мы потребляем меньшее количество энергии для производства той же услуги, например, заменяя лампочки накаливания светодиодными? Второй пример. Является ли повышением энергоэффективности ситуация, когда мы потребляем такое же количество энергии для производства большего объема услуг, Например, производство большего количества цемента при том же потреблении энергии. Pause 5 seconds. Да, оба этих примера иллюстрируют повышение энергоэффективности. Слайд 5. Давайте рассмотрим еще два примера. Потребление меньшего количества энергии в результате изменений в услуге. Например, вследствие перехода к менее энергоемкой отрасли промышленности или сфере услуг. И. Потребление меньшего количества энергии и предоставление меньшего объема услуг. Например, ходьба пешком или езда на велосипеде вместо езды на автомобиле. Подумайте немного. Эти два примера не говорят о повышении энергоэффективности. В первом случае речь идет об экономической реструктуризации, без каких-либо действий по повышению эффективности. А во втором предоставляется услуга более низкого качества, хоть она и предпочтительнее с точки зрения загрязнения воздуха и борьбы с изменением климата. Примером повышения энергоэффективности в этом случае могло бы быть использование более современных автомобилей. Ну а теперь начнем нашу презентацию с обзора тем, которые мы сегодня рассмотрим. Итак, мы обсудим. Почему важна разработка показателей энергоэффективности? Какую информацию можно получить из стандартных данных об энергии, например, из энергобалансов? Какие дополнительные данные необходимы для анализа энергоэффективности? И как мы можем собрать эти данные? Давайте начнем с первой темы. Почему энергоэффективность важна? И почему нам нужны показатели энергоэффективности для ее анализа? Важное значение энергоэффективности не ограничивается лишь экономией энергии и сокращением выбросов парниковых газов. Она также несет целый ряд преимуществ как для природоохранной, социальной и здравоохранительной сфер, так и для экономики и повышения энергетической безопасности. На этом цветке энергоэффективности показаны примеры преимуществ, получаемых от реализации энергосберегающих мер. Одним из первых видимых преимуществ повышения энергоэффективности является то, что оно способствует снижению уровня потребления энергии, непосредственно сокращая количество выбросов парниковых газов. Как показано на этом графике, по данным отчета МЭА о рынке энергоэффективности за 2016 год, улучшения в этой сфере с 2000 по 2015 год позволили сократить энергопотребление на 12 эксоджоулей. Этого количества достаточно, чтобы в течение года обеспечивать энергией Японию. Как видно из графика, эта экономия энергии позволила избежать выброса в атмосферу 1,6 млрд тонн СО2. Помимо этого энергоэффективность сокращает затраты на энергию и повышает энергетическую безопасность, поскольку уменьшается потребность в импорте энергетических продуктов. По этим причинам во многих странах устанавливают целевые показатели энергоэффективности. Однако очень большая часть энергопотребления все еще не охвачена требованиями в сфере энергоэффективности и представляет собой широкое поле для деятельности. По данным отчета МЭА о рынке энергоэффективности, нормами по повышению энергоэффективности до сих пор не охвачено 2 третих энергопотребления. Вот почему очень важно обладать подробными данными для глубокого анализа тенденций в сфере энергоэффективности. Это позволит 1. Определять приоритетные направления и быть в курсе текущего положения. 2. Устанавливать цели. 3. Отслеживать действенность реализуемых мер. А теперь давайте посмотрим, какую информацию можно получить из широко доступных данных, а именно из энергетического баланса. Большинство стран собирают базовые статистические данные о производстве, преобразовании и конечном потреблении различных энергетических продуктов, которые объединяют для построения энергетических балансов. Энергетические балансы дают очень ценную информацию и в сочетании с некоторыми другими макроэкономическими данными позволяют рассчитывать сводные показатели. К примеру, энергоемкость, самообеспеченность энергии, КПД сектора преобразования, например, эффективность выработки электроэнергии, а также доли разных секторов в общем энергопотреблении. Однако имеют место ограниченные возможности в плане дезагрегации собранных энергетических данных. Например, жилищный сектор и сектор услуг представлены в энергетическом балансе в виде общих значений, а для анализа энергоэффективности эти сведения необходимо разбить по видам конечного потребления энергии, например, на отопление жилых помещений, освещение, приготовление пищи и тому подобное. Рассмотрим пример с использованием данных энергетического баланса. На круговой диаграмме показано общее конечное потребление энергии в США в 2014 году с разбивкой по секторам. Мы видим, что крупнейшим потребителем в США является автомобильный транспорт. Следовательно, в этом секторе может быть хороший потенциал для экономии энергии за счет повышения энергоэффективности. Но как нам прояснить ситуацию с энергоэффективностью в секторе автотранспорта? Для этого нужны более детализированные данные. Например, данные об энергопотреблении с разбивкой по сегментам, грузовой или пассажирский транспорт, и по разным видам транспортных средств – автомобили, автобусы, грузовики, а также некоторые данные о деятельности, которые измеряют предоставленные услуги, пройденное расстояние, пассажира или тонна километры. Рассмотрим еще один пример. На этот раз мы изучим тенденции энергопотребления в жилищном секторе, начиная с самых агрегированных данных и заканчивая наиболее детализированными. Если мы проанализируем потребление энергии в жилищном секторе за 20 лет, синяя кривая на графике, мы увидим, что в целом наблюдается рост. При этом мы видим, что потребление на душу населения, красная кривая, находится на том же уровне в конце периода. Если мы перейдем к более детализированным показателям, например, потребление энергии на отопление помещений, разделенное на занимаемые жилые помещения или площадь помещений, мы увидим резкое сокращение потребления за анализируемый период. Это означает, что хотя потребление энергии в жилищном секторе увеличилось, уровень потребления на душу населения не изменился. Таким образом, энергоэффективность в сфере отопления помещений существенно повысилась. Показатель потребления в жилищном секторе на душу населения не изменился, несмотря на значительное повышение энергоэффективности для некоторых видов конечного энергопотребления. Это связано с более активным использованием новых устройств, таких как смартфоны, компьютеры, планшеты и другие. Подведем итог. Использование обобщенных показателей может привести к совершенно иным выводам. Поэтому, осуществляя анализ энергоэффективности, важно уделять внимание дезагрегации данных. Рассмотрим еще один последний пример. На оси Y этой диаграммы показано среднегодовое изменение энергоемкости для разных стран в период с 1990 по 2010 годы в процентах. Значения этих изменений представлены в виде квадратов. Обратим наше внимание на страну X и страну Y. Какая страна добилась большего снижения энергоемкости? Подумайте немного. Если ваш ответ страна X, то вы правы. Страна X снизила свою энергоемкость в течение этого периода больше, чем страна Y. Однако, правильно ли говорить, что страна X сильнее повысила свою энергоэффективность? Нет, это было бы ошибкой. Дело в том, что для глубокого анализа энергоэффективности нам нужны более подробные данные. В действительности в нашем примере уровень энергоэффективности сильнее повысила как раз страна Y. Более высокое снижение энергоемкости в стране X было связано главным образом с изменениями в структуре ее экономики, в частности с ростом доли менее энергоемкого сектора услуг. В первой части вебинара мы узнали, что можно делать с данными, которые у нас уже есть, например, с энергетическими балансами. Теперь давайте попробуем понять, какие еще данные могут понадобиться, чтобы проанализировать состояние дел в сфере энергоэффективности. Для начала рассмотрим пирамиду, которая иллюстрирует потребность в данных для расчета разных уровней показателей энергоэффективности. Вершина пирамиды представляет собой широко доступные данные, например, энергетические балансы. С их помощью можно рассчитать обобщенные показатели, такие как энергоемкость или потребление энергии на душу населения. Этот уровень дает общее представление о макротенденциях, но его недостаточно для глубокого анализа энергоэффективности. В средней части пирамиды находятся данные более высокого порядка с точки зрения их детализации, такие как потребление энергии по виду конечного потребления. В качестве примеров показателей этого уровня можно назвать количество энергии, потребляемой при производстве одной тонны стали, или количество энергии, потребляемой для топления одного квадратного метра площади здания. И, наконец, в основе пирамиды лежат потребности, в данных самого высокого уровня детализации, вплоть до процесса, например, сухой процесс при производстве цемента. Такие детализированные показатели могут быть полезны при отслеживании очень специфических тенденций. Но что же такое, собственно, энергоэффективность? В руководстве МЭА по показателям энергоэффективности они определены как соотношение потребления энергии, то есть суммы всех видов топлива, потребленных для производства определенной услуги или товара и соответствующей деятельности. Данные о деятельности привязаны к секторам. Это может быть физическое производство определенных товаров, например, цемента или стали, площадь помещения или пройденная транспортным средством расстояния. Теперь мы перейдем к секторам и посмотрим, какие данные об энергопотреблении и деятельности можно использовать для создания показателей энергоэффективности. Начнем с жилищного сектора. Чтобы рассчитать показатели энергоэффективности для жилищного сектора, МЭА рекомендует собирать данные об энергопотреблении по конечным потребителям, а именно данные о потреблении энергии для отопления помещений, охлаждения помещений, нагрева воды, приготовления пищи, освещения, а также данные о потреблении энергии разными видами бытовых приборов, такими как посудомоечные машины или телевизоры. Также важно собирать данные о количестве градуса дней отопительного периода и периода охлаждения помещений. Это позволит скорректировать значение энергопотребления на отопление и охлаждение помещений с учетом межгодовых колебаний температуры. Иными словами, когда мы анализируем показатели энергоэффективности для отопления и охлаждения помещений, мы хотим увидеть изменения в энергопотреблении, которые произошли в результате повышения энергоэффективности, а не в результате более мягкой или суровой зимы. Что касается данных о деятельности в жилищном секторе, можно собирать сведения о количестве жилых помещений, их площади, а также информацию о количестве бытовых приборов разных видов. А теперь выполним небольшое упражнение, чтобы закрепить наши новые знания о показателях энергоэффективности в жилищном секторе. Слева у нас потребление энергии на отопление или охлаждение помещений, а справа два варианта данных о деятельности. В этом случае наиболее подходящими данными о деятельности будет площадь жилых помещений, потому что мы отапливаем или охлаждаем определенную площадь. Если же говорить о потреблении энергии для нагрева воды, то в этом случае лучшими данными о деятельности будет количество жилых помещений. Ведь вам не понадобится больше воды только потому, что ваш дом просторнее. Уровень потребности в воде зависит от количества людей, проживающих в жилом помещении. Следующий пример – потребление энергии бытовыми приборами. Чтобы получить содержательные показатели энергоэффективности, было бы хорошо иметь дополнительные данные о деятельности, например, данные о количестве бытовых приборов по видам. Тогда мы сможем рассчитать среднее энергопотребление на каждую посудомоечную машину или телевизор. А теперь давайте посмотрим, какие данные следует собирать для сектора услуг. Что касается энергии, хорошо иметь данные об энергопотреблении на отопление помещений, охлаждение помещений, освещение, другие виды использования энергии, связанные со зданиями, а также использование энергии, которая не касается зданий, например, на уличное освещение. В качестве данных о деятельности в секторе услуг может потребоваться добавленная стоимость, площадь помещений или количество сотрудников. Следующий сектор – промышленность. МЭА собирает данные об энергии для 19 основных подсекторов международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности. Когда это возможно, мы поощряем сбор более детализированных данных, например, о потреблении энергии для производства алюминия или цемента. Из данных о деятельности нас больше всего интересует добавленная стоимость, создаваемая той или иной отраслью промышленности. Для определенных энергоемких отраслей или отраслей, вырабатывающих однородную продукцию, как, например, производство бумаги или производство чугуна и стали, мы также собираем данные о физических объемах производства. На этом слайде представлены некоторые отрасли промышленности из классификации МСОК, такие как химическое и нефтехимическое производство, черная и цветная металлургия, а также дана более детальная разбивка, например, по производству алюминия, цемента, целлюлозы или даже по разным видам переработанной бумаги, из макулатуры с краской или без краски. Показатели этого уровня можно использовать для очень детализированного мониторинга энергоэффективности. Что касается данных об энергии, МЭА собирает их для 19 основных подсекторов МСОК, таких как производство чугуна и стали, химической и нефтехимической продукции, пищевых продуктов и табачных изделий и других. И, наконец, последний сектор – транспортный. Здесь все может выглядеть несколько сложнее, чем в других секторах, поскольку мы дополнительно различаем сегменты и виды транспорта. К сегментам относятся пассажирский и грузовой транспорт, а к видам – автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный. Что касается деятельности в транспортном секторе, нас интересует, какое количество груза или пассажиров мы можем переместить и на какое расстояние. Поэтому мы рассчитываем их как общее расстояние, пройденное всеми транспортными средствами, умноженное на заполнеемость для пассажирского транспорта или на коэффициент загруженности для грузового. А теперь давайте посмотрим на это более детально. Определение энергоэффективности для транспортного сектора – это перевозка большего количества пассажиров или грузов дальше, то есть на большее расстояние с использованием меньшего количества топлива. А теперь вопрос. Что является более энергоэффективным – использовать общественный транспорт или личный автомобиль? Большинство из вас наверняка ответит, что общественный транспорт эффективнее. В нормальной ситуации это, конечно же, так и есть. А что, если в рассматриваемой стране автобусы ходят почти пустыми, а все пассажирские машины набиты как на этой фотографии? В этом случае, согласно нашему определению, личные автомобили намного более эффективны, чем общественные автобусы. Этим примером мы хотим подчеркнуть значение данных о деятельности в дополнении к данным о потреблении энергии. Теперь посмотрим, как рассчитать данные о деятельности и структурировать такие данные, как парк транспортных средств, транспортное средство километры, то есть общее количество километров, пройденных всеми транспортными средствами, пассажиры километры, грузы километры. Давайте представим, что мы находимся в Париже, и нам нужно доехать от собора Парижской Богоматери к Эйфелевой башне. Предположим, что расстояние между этими двумя памятниками составляет 5 километров. У нас есть система из двух транспортных средств – автомобиля и лодки, каждая из которых пройдет одинаковое расстояние. Теперь нам нужно рассчитать транспортное средство километры, пассажиры километры и среднюю заполненность, или, иными словами, среднюю загруженность. Один транспортное средство километр обозначает перемещение одного транспортного средства на один километр. В нашем примере для системы из двух транспортных средств это будет сумма расстояний, проделанных автомобилем и лодкой, то есть 10 транспортное средство километров. Один пассажиры километр – это перевозка одного пассажира на расстоянии одного километра. Таким образом, для всех транспортных средств из нашего примера Это будет общим расстоянием, проделанным всеми пассажирами. Умножаем наших 6 пассажиров на 5 километров и получаем 30 пассажирокилометров. И, наконец, заполненность. Это среднее число пассажиров на транспортное средство. Его можно вычислить, уделив общее количество пассажиров на количество транспортных средств, или как соотношение пассажирокилометров и транспортное средство километров. В обоих случаях мы получим 3 пассажира на транспортное средство. Мы вернулись к слайду, который уже видели раньше, чтобы подчеркнуть, что и данные о потреблении энергии, и данные о деятельности содержат некоторую неопределенность, что впоследствии повлияет на показатели энергоэффективности. В следующем разделе мы обсудим, какие методы и инструменты можно использовать для сбора данных о конечном потреблении энергии и о деятельности, необходимых для расчета показателей энергоэффективности. В 2009 году страны-участницы Международного энергетического агентства договорились собирать данные для новых показателей энергоэффективности. Благодаря сотрудничеству с международными экспертами был разработан удобный в работе шаблон в формате Excel, который можно найти на сайте МЭА. При помощи этой формы МЭА собирает данные об энергии и данные о деятельности для всех четырех секторов жилищного, услуг, промышленного и транспортного. В декабре 2016 года МЭА впервые опубликовала данные показателей энергоэффективности в виде отчета под названием Energy Efficiency Indicators Highlights – ключевые показатели энергоэффективности. Этот отчет также доступен в интернете бесплатно. На уровне стран МЭА различает четыре основных метода сбора данных. Во-первых, прежде чем начинать собирать какие-либо новые данные, следует убедиться, что их еще не собрал кто-либо другой. Если вам нужны данные об определенной деятельности для транспортного сектора, возможно, они уже есть у Министерства транспорта. Если вы уверены, что таких данных нет, тогда можете начинать собирать их самостоятельно, запустив новое обследование, желательно с репрезентативной выборкой. Менее дорогостоящий способ – расширить обследование, который уже проводится, добавив в них несколько вопросов. Например, можно добавить вопросы о конечном использовании энергии в жилищном секторе в обследовании домохозяйств. Еще один метод – учет и измерение. Это требует довольно больших затрат, но очень действенно, если вам нужно определить эффективность определенного оборудования. Последний из методов – это моделирование. Его можно применять дополнительно к обследованиям и учету или независимо от них, например, используя данные о деятельности и общем энергопотреблении из энергетических балансов, чтобы оценить энергопотребление по видам конечного использования. Я также хочу показать вам, какую помощь в сборе данных для показателей энергоэффективности оказывает Международное энергетическое агентство. МЭА разработало два руководства. Первое – показатели энергоэффективности, основы статистики. Содержит рекомендации по сбору данных, а также подборку существующих практик со всего мира. Второе – показатели энергоэффективности, основы формирования политики. Посвящено разработке и интерпретации показателей энергоэффективности. Обе публикации доступны на сайте МЭА на английском, испанском, русском, французском и китайском языках. Еще один инструмент, который разработан МЭА, чтобы помочь странам в сборе данных для показателей энергоэффективности. Это электронная база данных, в которой публикуются примеры опыта разных стран со всего мира. В базе можно осуществлять поиск по секторам, методике и доступному контенту. Для некоторых стран в базе размещены вопросники и другие документы. Это мощный инструмент, к которому стоит обратиться, прежде чем предпринимать сбор новых данных, потому что он даст вам возможность увидеть, что уже делали другие страны, и применить их опыт. Если у вашей страны есть примеры опыта вашей страны, которыми вы хотели бы поделиться, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы сделаем их доступными для всех. Мы подошли к концу нашего вебинара, и я хочу обратить ваше особое внимание на несколько ключевых выводов. Во-первых, подробные данные о конечном потреблении энергии и соответствующие данные о деятельности имеют решающее значение для формирования обоснованной политики, готовой к многочисленным вызовам, таким как глобальное потепление. Наличие таких данных имеет важное значение для определения приоритетных секторов в той или иной стране, для понимания тенденции в сфере энергоэффективности и мониторинга эффективности политики. Поэтому чрезвычайно важно повышать осведомленность людей о потребностях в детализированных данных и подчеркивать преимущества сбора данных и их анализа по каждой стране. Кроме того, стоит использовать опыт других стран и организаций, а также внести свой вклад в обогащение общих знаний. Спасибо за внимание! Если вы хотите больше узнать об энергетической статистике МЭА, у нас есть много полезных ресурсов. Наше руководство по энергетической статистике, которое доступно на 10 языках, можно бесплатно скачать с сайта МЭА. Также приглашаем вас посетить веб-сайт статистики МЭА, где можно найти множество ресурсов, в том числе вопросники, глоссарий и документацию, касающиеся наших методик сбора данных. Также вы можете ознакомиться с публикацией ООН «Международные рекомендации по энергетической статистике», в которой содержится методологическая база для нашей работы в сфере энергетической статистики.